Заспавнившись за особо одарённого бизнесмена, знающего, как продать ненужные нам конечности, такие как левый глаз и правое яичко, для того, чтобы хоть немного рожиться баблом и закрыть свои долги, оставленные нам в наследство покойным батьком. Но поскольку наш потерпевший лесник одарённый фулл прокачанным интеллектом, он понимает, что природа дала почти всего по два, поэтому он начинает при помощи собаки рубить демонов вместо тайги, чтобы хоть как-то закрыть долг перед бандосами, которые кстати и дают основные квесты по срубу демонов, а иногда и побочные квесты по типу сожрать окурок за сотку. И в один день, сидя в своём ауле вместе с собакой Шариком, лесоруб вспоминает, как познакомился с Шариком возле могилы своего откиснувшего отца. И там же лесник замечает, что Шарик уже закалённый в боях и с дополнительной вентиляцией внутренних органов, поэтому лесник предлагает умирающему Шарику отсосать у него, естественно крови для того, чтобы Шарик захилился. Но взамен лесник просит Шарика затимиться с ним, чтобы они вместе рубили демонов ради оплаты долга, а на следующий день проснувшись рано утром. Объяснив Шарику, что всё нормально, у него просто слабое сердце, из-за чего у лесника иногда идут месячные изо рта, мы отправляемся на новый квест по срубу демонов вместе с нашим боссом. На котором нас с Шариком пырнул в спину какой-то торч, обитающий на заводе. А всё это потому, что мафиозник затимился с демоном, так же как и лесник с Шариком. И этот самый демон умеет крафтить и управлять огромной оравой торчей, которым он приказывает ваншотнуть лесника с Шариком. Пока на расслабоне, на чиле. А уже лёжа в мусорном баке, поделившись слюнкой с Шариком, он погружается в свои воспоминания и вспоминает, как с лесником рубили тайгу. И в этой самой тайге лесник просит Шарика о том, что если вдруг он умрёт, Шарик должен будет забрать его тело себе и прожить лучшую жизнь. Но у Шарика совсем другие планы, поэтому он просто захилил лесника и стал его сердцем. В обмен на то, что лесник покажет ему, как исполнить свою мечту, которых у него килограмм. От булки с маслом и до секса. Поэтому, увидев стартер от бензопилы, он сразу же юзает его. И начинается незаконная вырубка демонов на заводе. I'm friendly, I'm friendly. За работу, парни! День, два раза, вот это упражнение делает, позвоночник не будет болеть. А после замеса, срубив весь ангар с демонами, в ангаре появляются мусора вместе с женщиной со стеклянным взглядом. С тем самым взглядом, как будто бы вниз башкой бухала всю ночь. И стекляшка сразу же по просьбе лесника обнимает его, из-за чего лесник потёк. Поэтому стекляшка предлагает ему работать на неё и вырубать демонов за еду и пирожки. Чё? Чё? Ахутив от того, что предлагают вместо бычка похавать пирожки, лесник соглашается пойти к ней на работу. И по дороге до работы, стекляшка подгоняет леснику пиджачок, из-за чего у него встал хуй. И поэтому он влюбляется в стекляшку. А уже в кафешке, подкормив лесника варёными тентаклями, он решает спросить у неё так невзначай. Ну чё, я тебе нравлюсь? Ты чё гонишь, конечно, да. И после ошеломительного ответа, опуская слюни за стекляшкой и пытаясь не кончить в лифте, мы наконец-таки добираемся до офиса. Где переодевшись, знакомимся с новым типом, чубчиком. С которым лесник идёт в патруль пропердеться по городу. И лесник спрашивает у чубчика, есть ли у стекляшки парень. Докурив сигарету и потушив её слюнями, лесник замечает, что чубчик закуривает вторую сигарету подряд. И лесник по доброте душевной пытается ему помочь и не даёт своему другу губить своё здоровье. Притащив избитого чубчика начальнику, стекляшка говорит, что видит, что мы поладили. Поэтому лесник будет жить вместе с чубчиком у него на хате. Для того, чтобы чубчик присматривал за лесником. А на следующий день, отправившись на наше первое задание вместе с чубчиком, лесник на изи ваншоты и демоны лутает его порно-журналы. Для того, чтобы показать Шарику, что он начинает идти к своей мечте, а именно потрогать сиськи стекляшки. Которая, кстати, находясь в своём офисе, говорит нам, что в нашей тиме пополнение. И теперь в нашей тиме будет бегать один олень. Увидев сиськи, лесник соглашается принять подобного тиммейта. И лесник вместе с оленем отправляется в свой первый патруль. Ох, ебать, шо это? Где это? А там чё, смотри, шо-то полетело. Опа, опа, опа. А ты чё втыкаешь, а? Но внезапно олень прочухал запах одного демона снизу. И поэтому, скрафтив дубину из своих менструальных циклов, она сразу же ваншотает его. А уже после ваншота стекляшка говорит нам, что с нашими рангами так просто демонов убивать нельзя. Но можно будет тогда, когда апнем хотя бы Биг Стар. Это не я, это братишка. И естественно, олень пытается всё повесить на лесника, чтобы ей не прилетело. Но стекляшка говорит, что всё нормально, переживать не из-за чего. Просто в следующий раз под шумок в подворотне демона стопните и пырните, там его незаметно. А уже в переходе олень рассказывает, что пошла истреблять демонов, чтобы вернуть свою заскамленную кошку. А лесник говорит, что просто хочет потрогать сиськи стекляшки. И поэтому олень предлагает леснику новый квест. Помочь оленю спасти кота, и тогда она даст ему потрогать свои сиськи. За работу, парни! Поэтому, договорившись с мусорами, что мы ненадолго отъедем за город, лесник и олень отправляются валить демона и спасать кота. А на чердаке ближайшего дома мы узнаём, что оленя шантажирует демон. Который договорился с оленем, что если она притащит ему человека, он отпустит её кошку. Нет. Но демон оказывается пиздолым, и помимо кота, он хавает ещё и оленя. И теперь вновь захиленный демон сваливает из дома на ноуклипе. Но, к несчастью для демона, к нему на хвост садится лесник, который всем сердцем и рукой хочет потрогать сиськи. И поэтому, подбив демона, лесник начинает срубать демона на земле. Какую ебуту! На! За щеку! Брррр! Готов отсасывать! Руки не рписти! Ах, ебут! Руки не рписти! О, это губи дынь! Не надо, дядя! Ня-а-а! Да я как ниндзя, теперь мне нужна сиська! А тем временем олень, лёжа в кишочках, вспоминает, как в тайге доила коров. И там же она познакомилась с тем самым котом. Но её воспоминания прерывает лесник, которому она задаёт вопрос, зачем он её спас, а она же его демону продала. И естественно, на тупой вопрос лесник отвечает логичным ответом. И казалось бы, всё, лесник сейчас потрогает сиськи. Но леснику отрубает дрочилку демон Сосун. Которую, как оказывается, вдёс на тимели с предыдущим демоном. И конечно же, из-за того, что лесник потратил уже всю свою стамину, его нокает Сосун. Но к нему на помощь приходит Чупчик, заспавнивший башку котейки. Который захавал Сосуна. Это кто? Добрый человек, дай бог тебе здоровья. А уже лёжа в больнице, Чупчик говорит леснику, что он знает, что олень хотел завалить лесника. Но поскольку у него самого претензий нету к рогатому. Да и людей он спас немало, Чупчик говорит, что готов прикрыть их двоих. Поэтому он рассказывает начальнику, что олень и лесник дебилы и заблудились. А на демона они чисто случайно набрели. Мамой клянусь им, демона мусора в карман закинули. Ну чисто по беспределу закинули. Ну ладно. А уже на следующий день, накидав себе за щеку пасты и приготовив хавчик. Открывайте. Никогда не открывают. На хату к Чупчику и леснику подселяют оленя, чтобы Чупчик за ней присматривал, так же как и за лесником. Объяснив ей правило, что надо мыться почаще и дристать не под себя, а в сортир. Олень вечерком даёт леснику потрогать сиськи, но только тремя сжатиями. Я сейчас девственности лишусь. Ёбан-бан. Надо вот тут держать, чтобы заметь. Э, как рулить? Это чё за ху**, а? А ху** от того, что олень носит подкладки, лесник понимает, что от сисек осталось только два прыща. Но поскольку у лесника осталось ещё два сжатия, он дожимает прыщи и на следующий день выходит на работу в тельте. И стекляшка интересуется у него, почему он такой грустный. И лесник рассказывает, что давно хотел потрогать сиськи. И когда он шёл к этой мечте, он был действительно счастлив. Но когда достиг её, он понял, что в этом нету ничего особенного. Доказав стекляшке своей реакцией, что лесник реально конченый, она рассказывает, что существует один демон, катающийся с Аимом, который 20 лет назад ваншотнул одним выстрелом миллионы людей. И в этом самом списке была семья Чубчика. И поэтому стекляшка говорит, что если лесник загасит демона Аимера, она выполнит одно его желание. Базару ноль! А чтобы найти того самого Аимера, нужно собрать большое количество его использованных баребух, которые, слившись вместе, в большое количество смогут притянуться к демону. Ну типа это небольшой магнит. И на своё первое задание по поиску баребух лесник отправляется со своим фуллсквадом. И ещё с тремя дополнительными типами. А на этом самом квесте Чубчик начинает выпендриваться. И говорит, чтобы лесник с оленем обращались к нему на вы. А ещё чё ты хочешь? Может жопу ещё за тебя начать вытирать? В обмен на две жвачки. Вот другое дело. Плюс вилка в глаз говорит, что хочет побыстрее здесь закончить. Поэтому она предлагает тот, кто первый ваншотник демона, тому она подарит незабываемый засос. Вспомнив сиськи стекляшки, которые подтолкнули лесника на новую мечту засосаться с ней, лесник, естественно, соглашается, потому что грех отказываться от такого. Ну а конкуренцию ему решает составить уже потёртый куколт. Прогуливаясь по этажу, они находят одного колобка, на котором вилка решает продемонстрировать силу своего демона. А благодаря выёбитому оленю, она рассказывает, что подогнала свой глаз демону-призраку. И теперь она может спамнить невидимую руку. Поднявшись на следующий этаж, они находят те самые остатки в отделении первого колобка. И куколт решает кое-что проверить, спустившись с восьмого этажа на восьмой. И тут-то сквад понимает, что они попали в баганую локацию, и теперь они застряли на восьмом этаже. Прочекав обстановку за окном, все теперь понимают, что с этого этажа так просто не соскочить. Поэтому все решают просто забить куколт и пережить демона. Потому что еда и вода спамнятся здесь постоянно. И спустя несколько часов, слушая историю вилки про то, как она подсадила на никотин чубчиков... Ну привет, а балдуи. Объявляется демон Жижи, который предлагает скваду скормить ему только лесника, и тогда он отпустит всех оставшихся. Естественно, самый цикливый из всех по-доброму пытается пырнуть лесника ножом. И просит его самому ваншотнуться об демона. Но чубчик останавливает ее. И вилка пытается ваншотнуть демона призрачной рукой. Но этим она сделала только хуже, и Жижи начала разрастаться. А когда демон перевернул весь этаж, почти все сразу же отдают свои голоса за ваншот лесника. Но чубчик все так же против этой идеи, говоря, что смерть лесника как-то пойдет на пользу демону. Но абсолютно всем насрать на его слова. И поэтому добрейшей души тиммейт, угрожая ножом, пытается скинуть лесника. Но она случайно пырнула ножом чубчика, который прикрыл собой лесника. Посмотрев на всю безнадежность данной ситуации, лесник решает прыгнуть в рот Жижи. И рубить демона до талого, пока он сам не подохнет, ведь на кону стоит засос от вилки. И спустя пару дней кося Жижи демон наконец-таки сдается. И дает леснику ваншотнуть его по яйцам. Поэтому этим вечером весь сквад идет бухать в бар. И там же лесник спрашивает у вилки, когда же они будут сосаться. Сейчас нажремся и я тебе охуенно сделаю. Ну ладно. Но разговор с вилкой услышал тиммейт из соседнего сквада. Который говорит леснику, что когда вилка пьяная, ее губы начинают по кругу ходить. И она со всеми пытается засосаться. И что это значит? Может мне не стоит тогда с ней лопаться? Хотя можно незаметно с ней пососаться и норм. Но Чубчик вовремя переводит тему разговоров на демонов. И он спрашивает у стекляшки, где все эти демоны лутают боребухи демона Аимира. И стекляшка говорит, если хоть кто-то сможет ее перепить, тогда она все расскажет. Мальчик, пивка нам принеси. Мне тоже неси. Я в говно. Не получившись узнать подробности про демонов, вилка начинает засасывать лесника. А уже после засоса вилка начинает подкармливать орленка. Отрубившись, лесник сразу же вспоминает Шарикой, как они с ним рофлили над крысами, жрущими блевотину. После того, как лесник в прямом смысле слова проблевал за двоих, сквад расходится по домам, а вилка забирает лесника с собой. Заспавнившись у вилки на хате, в горле, естественно, сушняк появился. Поэтому вилка сразу же начинает поить орленка. И чуть позже два абрегана собираются потрапиться. Но вместо стояка в кармане лесника, вилка находит там Чупс, из-за которого лесника начинает флэшбэчить. И он начинает вспоминать, что Чупс ему подогнала стекляшка, чтобы тот перебил вкус желчи во рту. И поэтому лесник дает заднюю и отказывается от халявного перепихона. И теперь лесник загадывает себе новую мечту потрапиться первый раз со стекляшкой. А на утро, хавая бутер, вилка предлагает квест леснику. Суть которого в том, чтобы лесник помог вилке замутить с Чупчиком. А она взамен сведет стекляшку с ним. Я думаю, что ни у кого нету сомнений, что лесник соглашается на подобный квест. Потому что это может ускорить половые отношения со стекляшкой. Которая, передвигаясь на поезде по работе вместе со своим коллегой, ловит дополнительное железо к себе в организм. И конечно же, почти весь наш склад тоже не обделили железом. Не подозревая того, что только что ваншотнули половину наших тиммейтов, лесник спокойно хавает вареные тентакли, но доесть ему не дает мутный мужичок, сидящий в углу. Который вставляет свои пять копеек из-за того, что лесник ваншотнул его деда. Того самого деда, который закрысился с демоном, умеющим управлять огромной оравой торчи. Поэтому вслед за фоткой, мужик вытаскивает ствол и начинает пальбу. Ваншотнув лесника и нокнув вилку, Типа удается выбить из заведения. При помощи башки котейки. Которую на улице ваншотнул тот самый мужик, оказавшийся демоном заточкой. И поэтому Чубчик вынужден заюзать свою ульту. Катану, которая с каждым удачным ударом отнимает жизни ее владельца. Но приклинает того, кого удается пырнуть. И чикнув демона три раза, Чубчику удается его проклянуть. Но этого оказывается недостаточно из-за того, что демонов двое. И поэтому захиленный заточка нокает Чубчика. Но от ваншота его сейвит полуживая вилка. Которая отдает полностью свою жизнь демону-призраку. Взамен на то, чтобы тот завалил тех двоих. Но все это было бесполезно. И вилкинского демона ваншотают. Посмотрев на оставленный вилкин-лифчик для глаза. Рука демона-призрака триггерит лесника. Благодарю! А тем временем в том самом поезде, где ваншотнули стекляшку. Стекляшка выходит на свои остановки, потому что поезд приехал. И там же ее встречают коллеги с подбитыми носами. И стекляшка им объясняет, что крипы в поезде в упор промахнулись. А затем они вместе отправляются сейвить остатки сквада. Частичку которого уже почти дотащили до багажника. Но их останавливает стекляшка, которая умеет делать массаж лица, тела и вообще всего удаленно. Но только жертвуя своими крипами. Сняв повязки с глаз и намекнув оловянно и деревянно, что про демона, с которым затимилась стекляшка, расскажут во втором сезоне. На массажной улице объявляется один из наших выживших тиммейтов. Которая спаслась благодаря куколду, когда на них напал дед. И на скеле, увернувшись от заспавнившейся тентаклей, она отрубает дрочилку заточканную и в крысу делает в нем дополнительную вентиляцию. И благодаря неплохому мувику от хлюпика, ей удается спугнуть мутных типов. И заодно удается засейвить чуть-чуть лесника. А уже на следующий день подхиленный лесник с оленем приходит к Чубчику залутаться его гостинцами. Разбудив Чубчика, лесник рассказывает ему, что тиммейтов из их конторы охотников на демонов теперь по пальцам пересчитать. И когда все ушли, Чубчик узнает у катаны проклятий, что ему жить осталось два года. Поэтому Чубчик решает закурить сигарету, пока лесник не видит и чтобы тот не напить своему по яйцам. Но вдруг он вспоминает, что случайно дернул зажигалку у вилки. И не успел ее вернуть, и из-за этого он еще больше тельтанул. А через некоторое время к нему приходят подбитоносые, которые говорят, что теперь они будут тренировать наш сквад. А стекляшка оленя и лесника приводит к деду на обучение. И он сразу же начинает задавать вопросы оленю с лесником. Вопрос первый. В рот берете? Нет. Только окурки. И за деньги. Второй вопрос. Бухаете? Нет. Только блевотину. Третий. Сколько пальцев я показываю? Поль. Хорошая работа. Пять. И после всех вопросов дед их сразу же обнимает. А после обнимашек дед им объясняет, чтобы захилиться, нужно подбухнуть крови. А затем дед говорит, что он самый сильный охотник на демонов. И поэтому он будет охотиться на них, пока оленю с лесником не удастся его победить. Кого ты пытаешься наебать? Ты лох. Ты что сказал про мою маму? По-быстренькому завали всех, дед делает вывод, что лесник бессмертный, а олень только наполовину. А в палате Чупчик узнает, что котейку ваншотнули, и поэтому ему нужно срочно затемиться с новым демоном. Пообещав на завтра сгонять и потимиться во все щели с демонами, подбитые уходят. И как только они ушли, к нему заходит женщина. А ночью побитый лесник с оленем на своих двоих возвращаются обратно в город. И по дороге олень предлагает хорошую идею, как можно победить деда. И она говорит, что нужно использовать свой интеллект, чтобы победить деда. А ты в натуре дело говоришь! И наутро заманив деда к себе домой, то есть на хату к Чупчику, и надев очки, чтобы забустить свой интеллект на 47-ю хромосому, олень сразу же крафтит копье и кидает его в глазок. Женщины, аучные, корыстные, злобные, загрешившие против самого человечества. Нельзя поддаваться греху. Нужно бороться, сражаться. Что ты сказал про маму? Лови топор. И раскидав всех, дед рассказывает, почему они проиграли. Олень заспаунил. Слишком много менструальных копий. А ты лесник, ты просто тупой. А на следующий день Чупчик, как и обещал, едет в подвал, тимится с демонами. И по дороге до нужной камеры ШИЗО Чупчик рассказывает, что к нему вчера в палату заходила вилкинская сестра, которая передала ему письма, в которых вилка хотела забайтить Чупчику уйти с этой работы вместе с ней. Не волнуйтесь, я вам сейчас все переведу. Я знаю иероглиофийский язык. И вилка пишет своей сестре. Слушай, мать, ты прикинь, этот конь взял и спер у меня жигу. Ну и что мне теперь делать? Пальцем подкуривать что ли? Я, короче, думаю взять попросить, чтобы его уволили с работы за кражу чужого имущества. И тоже уволить, чтобы его там где-нибудь подловить. Ну а так, я думаю, это вообще какой-то не пацанский поступок. Взял, дернул и не отдал. А если я завтра умру, блядь? И что это получается? Рассказав это все подбитым, Чупчик доходит до нужной ему камеры. Вечер в хату, высота. И он начинает тиммиться с демоном будущего, которому нужно засунуть голову в живот, чтобы тот посмотрел на будущее Чупчика и решил, готов ли он с ним поделиться своей силой. И демона по совместительству Ганн с Анной говорит, что Чупчик помрет самым жестоким образом, и он хочет на это посмотреть его глазом. Проспойлерив концовку, Чупчик находит с этим демоном общий язык. И демон заселяется в новую хату, а именно в глаз Чупчика. А этим вечером пропитый дед встречается со стекляшкой. И дед начинает предъявлять стекляшке за то, что она знала о нападении на контору, но она даже не попыталась этого предотвратить. А стекляшка в свое оправдание говорит, что на нее тоже напали, а ее самая главная цель это защита людей от демонов. Пиздеж. Но во всяком случае доказательств у деда нету. Поэтому с утреца стекляшка идет получать инфу про заточку и тентакли у местных бандосов. Посидев на диване и закосплеив порно-сцену, стекляшка взамен за их информацию вернет на место случайно потерянные глаза родственников мафиозника. Естественно, Хангстер сливает инфу про них и где они обитают, и даже рассказывает, что в подвале заперты торчи. И поэтому дед отправляет нашу тиму разбираться с зомбарями, чтобы они не вышли и не расплодились. И заодно добавляет в нашу тиму парочку новеньких тиммейтов. Дельфинчика, который умеет плавать сквозь текстуры. Галчонка, который сам по себе просто сильный. И женщину-ширинку, у которой очень много ног. А также человека-баранку, который может одним прикосновением воншотнуть любого. Пробившись до лифта, Чубчик говорит, что здесь разберутся новенькие, а старенькие прочешут верхние этажи. На которых уже начала делать массаж ноздрей стекляшка. И благодаря помощи стекляшки Чубчику удается первому найти тентаклю, которая, сломав себе ногу, спамнит съеденного демона вилки. Но поскольку на данный момент других вариантов нет, Чубчик начинает с ней замес. В конце которого Чубчику пробивают в солнышко. И из-за этого он начинает погружаться в свои флэшбеки. И в своих флэшбеках он вспоминает, что вилка давным-давно подсадила его на никотин. И выйдя из флэшбеков, демон вилки передает Чубчику сигарету с написанной на ней сообщением. Ты чё гонишь? Я не знаю английский. Забравшись на просто стоящего демона вилки, Чубчик пытается его ваншотнуть, чтобы он больше не втыкал. Кончай сопли пускать и гаси его. Ну а тентаклю Чубчику помогает повязать хлюпик. А тем временем лесник с оленем едут в лифте на самый верхний этаж. Но лифт случайно останавливается на седьмом этаже, где обитает очень много торча, и поэтому олень выходит здесь. И теперь лесник в соло отправляется на верхние этажи, на которых лесник встречает Заточкина вместе с крипами, побазарив с которыми начался финальный замес. А в конце замеса лесник говорит, что он не только в ноге может заспамнить пилу, а уже после того, как лесник с Заточкиным перекрасили вагон, Заточкина оказывается голым и бессмертным, таким же, как и лесник. А поскольку на место подошел еще и Чубчик, а мусора вообще дай бог, чтоб приехали, лесник предлагает Чубчику турнир, в котором нужно будет пить Заточкина по яйцам, и победит тот, кто выжмет самый громкий визг до приезда легавых. Хорошая идея. Ну чё, кто первый? Да насрать. Вилка, ты слышишь его? Этот голос для тебя. А тем временем Стекляшка докладывает начальнику, что ему удалось повязать нескольких крипов, и даже удалось взять Заточкина. А Тентакли, который удалось повязать, прописала себе килл в консоли. А обыскав полностью здание, ему удалось найти большое количество боребух, объединив которые с уже имеющимся, сгусток начал двигаться к демону Аймиру. Грёбаный Абаме. Да похуй на то, что там написано. Хобби-вене, хобби-вене, хобби-вене. Затлай-то и ветер-стан. Хобби-вене, хобби-вене.